Мы продолжаем беседу по книге Иова и остановились мы на том моменте, что к Иову, страждущему от посещения Божьего или от действий сатаны, лишившегося всего и в конце концов и лежащего в телесных муках, лишенного социального общения, где-то нагнующе сидящего, к нему приходят три его друга, Элифас, Вилдад и Сафар. И, как мы уже говорили в прошлый раз, первый вопль вознес Иов, и сразу же, как будто ожидая этого вопля, друзья начинают говорить. И вот фрагмент первой речи Элифаса, то есть самого первого ответа друзей на речь Иова. И отвечал Элифас, фемонитянин, и сказал, «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слово? Вот ты наставлял многих, а опустившиеся руки поддерживал, падающего восставлял, восставляли слова твои, гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные были искореняемы? Как я видал, то пахавшие нечестии, сеявшие зло пожинают его, а дуновения Божьи погибают, и от духа гнева исчезают. И вот ко мне тайно пронеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений, ночных видений, когда сон находит на людей, объял меня ужас, и трепет и потряс все кости мои. И дух прошел надо мной, дыбом стали волосы на мне. Он встал, но я не распознал виды, вот только облик был перед глазами моими, тихо веяне. И я слышу голос, человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего. Вот, он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храме нах избрении, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Ну и дальше заканчивается эта речь. Бог спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного, и есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого разумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай, ибо он причиняет раны, и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют, отбича языка, укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению голоду посмеешься, зверей земли не убоишься, и увидишь, что семя твое многочислен, и отрасли твои, как трава на земле. Такие слова Элифаза. И, в общем-то, каждый человек верующий, нет, обязательно верующий, каждый верующий человек, если он не вчера пришел в церковь, а некоторое время в ней себя как-то вот находил, как-то он привык к церковной жизни, к слову Божьему, к словам святых отцов, он, в общем-то, поддержит слова Элифаза фемонитянина. Они на две главы, я прочитал только короткий фрагмент, но несколько раз я читал эти слова разным-разным людям, и люди верующие говорили, что, ну, все правильно, собственно говоря, Элифаз говорит все правильно. Неверующий человек, он иначе среагирует, по-разному, но он, естественно, вот этих слов о том, что, ну, надо терпеть, надо смиряться, Бог наказывает, ты потерпи немножко, он тебя утешит. Естественно, в риторике неверующего человека таких вещей нет. Это риторика верующего человека. И в этих словах все нам кажется правильно. Мы сами этими словами утешаем тех людей, которые попали в ту или иную трудную жизненную ситуацию, либо людей, из которых случилось горе, либо люди, у которых беда. Мы пытаемся утешать именно этими словами. И если вы прочитаете второй, третий, четвертый раз, вы, может быть, не заметите. Может, если внимательно прочитаете, заметите. Все зависит не от вашего сознания, а от вашего сердца. Вы заметите, что Элифаз лжет. Это странно, а некоторым даже страшно это увидеть, но Элифаз лжет. Это так непривычно. Там всего лишь маленькая крошечная ложь, но ложь принципиальная. Элифаз говорит, вспомни, погибал ли кто невинный и где праведные были искореняемы. Ну да, мы-то христиане сразу должны вспомнить про Христа. Как можно нам принять это за чистую монету, если мы знаем, что Христос совершенный праведник умер на кресте? Вы о чем, люди? Как это невинный не страдает? Как это, чтобы праведный не был каким-то образом подвергнут той или иной степени скорби и страданий? Это после ГУЛАГа-то. Нас не должны даже близко такие мысли к нам подходить. Мы понимаем, что сплошь и рядом невинные люди страдают. Сплошь и рядом бывает, когда праведники, настоящие благочестивые люди подвергаются всевозможным просто там вот гонением, скорбям, болезням, мучительным болезням. Мы знаем там, допустим, житие Паисия Святогорца, там Иоанна Кронштадтского, Порфирия Ковсакалевита, Николая Гурьянова, того же Серафима Саровского, которого избили до полусмерти, который болел несколько раз, смертельно болел. Мы знаем, нас не должно смутить. Но позвольте, мы же вспомнили только сейчас об этом. Когда мы читали слова или фаза в Библии в 4 главе, нас не тронуло это, мы проглотили это. Мы не заметили, что он лжет. Как это вспомни, погибал ли кто невинный? Да вы что, полнищи? За всю историю человечества почти только это и происходит. Как это праведные были искореняемы? Да сплошь и рядом. Как скажет потом апостол Павел в своей известной 12 главе послания к евреям, перечисляя праведников, которых весь мир не был достоин, а они приняли только побои, скорби, темницу и ужасную смерть. Но это же после Иова. Это все Иов не знал. И Ильфас не знал. И Вилдат не знал. Это же спустя, там, не знаю, может лет 500, после них пророка Исаии перепели деревянной пилой. Это спустя там тысячу лет, после них помазанника Божьего вознесут на крест. Это все потом будет. Это спустя 500 лет после них Иеремия напишет свой знаменитый плач. Они не знали. Знали. Но так же, как мы забыли. Или сделали вид, что забыли об этом. Ведь история библейская начинается с того, что Каин убил Авеля. Они не могли этого не знать. Как так мудро рассуждающие о Боге, они не могли этого не знать. Они знали, что история человека начинается с того, что брат убивает невинного брата. И эта невинность, она и отмечена, Богом отмечена, невинность Авеля. А он был убит. И когда мы потом рисуем всю историю церкви, всю историю праведников Божьих, мы начинаем ее именно с Авеля, который вот первый был убит ни за что. Ничего не сделавшего, достойного смерти, просто по зависти и ненависти своего брата. Так и говорит, Христос от крови Авеля до крови Захарии взыщется все от рода сего. Получается, что и они знали. Раз они так мудро говорят о Боге, раз они знают такие мудрые слова, что их хватило на почти там двадцать, чуть меньше глав одних только речи этих людей. Говорили же они как-то мудро, знают же, что история началась со страдания праведников. Потом об этом много будет написано, книг и в после, и начиная с самой пронзительной книги, плача Иеремии, и заканчивая там неканонической премудростью Соломона, много будет говориться о страданиях праведника. То есть, это некое общее место Библии, это некое притчевоязыц. Конечно, Давид еще не родился, конечно, там еще нет ни пророка Ильи, ни пророка Элисея, но есть предыдущие праведники, которых они знают, что они страдали немало. Хотя бы тот же самый Авраам, который для Иова является праводцем. Тоже ведь страдал, тоже ведь не получал долго детей, а получив, получил всего лишь одного, и тоже много было скитаний у него, и разных трудностей у него было немало. ну да, не умер мучительной смертью, но и не был награжден ребенком сразу, как это случается с многочисленными, многочисленными людьми этого мира. Но вот эта ложь, она очевидна. И когда мы увидели эту самую ложь вот так натурально, мы совсем иначе смотрим на речь или фаза вообще и на речь всех этих трех друзей в, по сути, они все говорят об одном и том же, они обвиняют Иова. Вот те раз, вот те друзья пришли люди утешить своего друга и утешают его тем, что обвиняют его во всех, во всех тяжких грехах самых. Ну вот, например, мало того, что они его совсем не слышат, они не понимают, что он хочет сказать, это полдела, потому что они никогда не жили теми чувствами, которыми жил Иов. Они, в принципе, в другой плоскости находятся, как фарисеи и праведники не могли понять праведного Христа, потому что их отношения совершенно разные. Но вот в итоге, скажем, что они говорят? Вот, например, Элифас говорит, к чему порывает тебе сердце твое, к чему так гордо смотришь, что устремляешь против Бога дух твой и устами твоими произносишь такие речи, что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным. Вот он и святым своим не доверяет и небеса нечисты в очах его, тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Это в 15 главе Иову говорит тот же самый Иллифас. Но буквально в 14 главе, то есть именно в той речи, на которую отвечает Иллифас, Иов говорит, человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями, как цветок он выходит и отпадает, убегает, как тень, не останавливается, и на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою, кто родится чистым от нечистого, не один. То есть буквально только что ему Иов сказал о том, что не бывает такого, что под нечистого родился чистый, все мы рожденными женщинами не чисты. И Иллифас отвечает ему, что ж ты говоришь глупости, разве может быть рожденный женщиной чистым? Естественно, он не чист. Странная вещь. И так можно подробно разбирать каждую дискуссию, видно, что они просто не слышат Иова, они не понимают о чем он говорит, они, у них есть как будто некая встроенная программа, по которой они раскручивают свой, даже не сказал бы диалог, они раскручивают монолог, их задача доказать, что Иов грешный человек, что то, что с ним произошло, это наказание за его грехи. Надо во что бы это ни стало, это доказать, и они всячески стараются именно это сделать, доказать, что он грешник, и то, что Бог справедлив в том, что с ним происходит, что он не напрасно страдает. Вот такова их речь. Они обвиняют его порой вот в последних главах своих речений, они обвиняют его даже в совершенно смертных грехах. Они говорят ему о том, что, наверное, ты не давал платы наемнику в течение дня, наверное, ты отбирал еду у сирот, наверное, ты каким-то образом притеснял вдов так, что они сходили с ума и погибали, наверное, ты издевался и очень жестоко относился к людям. То есть совершенно уже несусветное обвинение, потому что Иов-то жил на Юру, он был виден всем, про него все знали, а тут уместно сказать даже этим друзьям, если Иов такой, как вы про него говорите, так почему вы называете его, называете себя друзьями его, от такого человека надо бежать. Но они понимают, что говорят чепуху, они понимают, что Иов к этому не способен, они ведь его не три года знают, они живут очень долго и знают его не один десяток лет и вся жизнь Иова проходила на поверхности, она видна была и слава о нем, как раз именно слава его добрых дел, она произошла, прошла по всему Востоку. Они говорят совершенный ложь, они фактически клевещут на него, почему? Потому что они фарисеи. Фарисеи. Они ну вспомним хотя бы поведение фарисеев в отношении Христа. Наверное он связан с сатаной, раз такие дела творит. Очевидно же, что не связан, но им же надо как-то оправдать, оправдать себя и обвинить его, это необходимо сделать. и действительно в итоге вот это вот их действие, их деятельность, она и может быть обозначена как фарисейств. На это собственно и указывает в конце концов и Иов. Вот он говорит «Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня, зачем и вы преследуете меня, как Бог и плотью моею не можете насытиться». То есть если вы друзья, если вы люди, то вы должны к любому страждащему являть, являть, явить не лик обличения, это Бог его обличает, а лик сострадания и милосердия, ведь этим и отличается человек верующий от верующего фарисея. Ведь фарисейство в том и состоит, что человек упоен собственным благочестием, собственной праведности и уверен, что его праведность является причиной того, что Бог к нему милосерден. А если ты не пьешь полной чашей это милосердие Божье, значит, ты что-то сделал против Бога. Это очевидно, то есть, для фарисея мысль о том, что я праведник и за это Бог мне все это дал, она является фундаментальной. Я делаю вот это и Бог мне дает. Если ты не получаешь этого, значит, ты неправедник. Я тебе про это и говорю, поступай, как я, и будешь иметь полную чашу жизни. Не поступаешь, ну, плохо тогда, тогда высушу, я тебе научу, как жить надо. И будешь так же богат, так же знаменит, так же замечательен, как я. Иоффе говорит, так подождите, я и был богатым и знаменитым, я и пил чашу жизнью полной мерой, но Бог почему-то это сделал. Ну, раз почему сделал, потому что ты грешник, потому и сделал, очевидно. То есть фарисей не может с одной стороны понять, почему Бог так делает, с другой стороны он не может понять подлинного праведника, о чем мы скажем в другой раз, о чем именно праведность Иова. А с третьей стороны, они не могут быть милосердными, ведь именно за это упрекал Христос, фарисеев, они не милосердны и к милосердию не способны, они законники, я исполняю закон, я за это награду получаю. Ты не исполняешь закон, ты грешник, поэтому тебя надо либо наказать, вразумить, либо обличить каким-то образом, надо, но тебя надо вот что-то с тобой плохое сделать, а миловать нет, это не про нас, не способен миловать, потому что в тебе живет законничество, мертвая буква закон. Или вот еще Иов говорит им подлинно, сарказмом говорит, подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость, и у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, кто не знает того же, посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал, посмешищем, человек праведный и непорочный, то есть вы просто смеетесь надо мной, вы глумитесь надо мной, хотя я не ниже вас ни по богатству, ни почему, но я говорил с Богом, вы говорили с Богом, вы знаете, что такое, когда Бог вам отвечает, а теперь он молчит, но фарисеи не знают, потому что фарисей, он не, у него нет личных отношений с Богом, если бы были личные отношения, то было бы и милостивое сердце, а у них нет личных отношений, у них функциональные отношения, я исполняю заповеди, ты за это мне даешь то, что надо, я исполняю, ты даешь, а у Иова не так, он вообще не хотел ничего, он просто любил своего Бога и жил перед его лицом, а тут почему-то что-то изменилось, а они над ним смеются, и в конце концов в 19 главе Иов делает очень интересное замечание касательно друзей, если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью, про Бога мы знаем, мы же знаем причину всех этих скорбей, которые произошли с Иовом, но дело не в этом, Иов как праведник и пророк увидел, догадался, распознал всю суть их прихода сюда, вы пришли повеличаться надо мной, что же значит повеличаться, так вы же завидовали мне всю свою жизнь, как всякий фарисей, вы завидовали мне, то, что я богач, то, что я щедрее, то, что меня любят люди, вы завидовали мне, и потому для вас было там вот внутри, у вас была заноза, вам было обидно, что это Иова все хвалят, обыкновенный человек, что это за ним все идут, что он особенного знает, и мы такие же как он, и вдруг вы увидели, когда Бог его сокрушил, и сразу радостная мысль, вот, я же чувствовал, что не такой хороший этот Иов, я же чувствовал, что что-то там не так, споткнется и упадет, вот оно случилось, ты не мог так быть вот выше нас, вот и ты споткнулся, и ты упал, и мы теперь видим, что и в тебе грех, и мы пойдем, чтобы потешить свое тщеславие, самолюбие, видишь, ты упал, а мы нет, ты свалился, ты в грязи, а мы нет, и вот это вот состояние, чтобы повеличаться так фарисею надо, вот видит фарисей, что за Христом идут толпы народов, надо, это же невыносимо, а он еще Лазаря посмел воскресить, и люди хотят и Лазаря убить, только бы доказать народу, что он грешник, что он грешник, не верьте, не любите, он плохой, и когда он висит на кресте, они торжествуют, не потому, что они его убили, а потому, что с их точки зрения, с их вот фарисейской точки зрения, если бы он был праведник, Бог бы его защитил, а раз его Бог не защитил, значит точно грешник, просто мы доказать это мы не можем, но мы уверены, что он грешник, с каким торжеством, когда Христос произносит слова о том, что на суде, о том, что вы там увидите меня на облацах, или другие там еще слова, там разные варианты ответа, но один из них предполагает, по сути дела, все они предполагают, что он и либо равняет себя с Богом, либо напрямую произносит слово аз есмь, то есть произносит запретное имя Бога, с каким торжеством Каиафа раздирает одежды и говорит, вот, вы же слышали его богохульство, вы слышали, какой он на самом деле, вот теперь мы точно знаем, что грешник, поэтому можно его убивать, вот, это желание повеличаться над бедой другого человека, это и есть фарисейство, и вот мы видим на примере друзей Иова два важных признака фарисейства, первое, это мы радуемся тихой такой потаенной радостью, когда человека известного, с человеком известным происходит беда, особенно если человек церковный и он наконец падает, с ним какая-то такая неприятная историка происходит, здорово, ну вот, мы же говорили, чувствовал что-то вот не то, да, в его речах, и мы злорадствуем, у нас нет сострадания, а второй признак это наше немилосердие, когда мы видим человеческую беду, и вместо того, чтобы прийти обнять и подать человеку помощь нашего сердца, или нашего тела, или нашего кошелька, мы начинаем его поучать, как надо смиряться, как надо терпеть, и что еще нужно сделать человеком, когда с ним случилась беда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.